приветствую друзья сегодня у меня на обзоре будет экстра брюд который меня прежде всего заинтересовал своим сортовым составом это дельбинская винная компания бренд называется дикаспика сейчас я его открою экстра брюд игристое вино белое экстра брюд так как у нас тут он открывается ну вот так по-грубому страшно мне нравится игристые вина дельбинской винной компании они недорогие прежде всего если что мне не нравится это ихняя пробка потому что она зачастую вылетает не дождавшись приглашения поэтому очень аккуратненько с ней надо так это не вылетела прекрасно сидит более менее крепко хорошо вот такая пробочка обрубышек но не вылетела уже большое есть за это спасибо итак пауза затянулась дикаспика вино игристо экстра брюд хорошо состав о чем самое интересное виной свежего винограда стартов бианка первенец магарача ркацетели и савиньон вот бианка и первенец магарача я конечно очень редко встречаю в игристых винах вот савиньон не уточнили блан или обычный зеленый ну неважно диатет серый ну и так далее хорошо урожай 23 год ну и дата родлива у нас 27 05 24 года в принципе все хорошо было куплено мной эта бутылка за 358 рублей по нынешним ценам это просто можно сказать практически бесплатно было куплено мной фирменном магазине ладога со скидкой 20 процентов ну делайте себе тоже скидки и будет у вас такая самая цена в этих магазинах где они есть ну хорошо перляж цвет светло-светло-соломенный светло-светло перляжа я особо не наблюдаю в принципе если добавить немножечко сделано это вино методом шарма три месяца выдерживалась на дрожжевом осадке итак перляж ну что то там еле 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 душа в теле ну ладно скинем это все на невысокую цену еле еле ну хорошо аромат этого вина бьянка перкацетели савиньон поехали ну аромат присутствует аромат цветочно-фруктовый такой цветы акация жасмин белая груша белый персик ну вот примерно что то такое не сильно яркий но он есть вино хважденовное было практически до минимума может поэтому и нет перляжа ну не важно ладно за 350 рублей слишком много мы хотим вкус этого вина дербенская винная компания поехали экстрабрюд к тому же хорошо экстрабрюд ярко выраженный очень хорошо сухое короткое послевкусие ну такое должно быть конечно в экстрабрюде сахар вообще не ощущается хорошая кислотность в послевкусии чувствуется горчинка лимонной цедры еще во вкусе есть признаки грейпфрукта сахара каких-то еще цитрусовых такие как лимон лайм да персик белый груша дюшес чувствуется вкус такого лимонада если сболтнуть его появится перляж интересно не сперляжем напряге ну и ладно еще одно точек вполне себе с закрытыми глазами можно сказать что это какое-то просека недорогое легкое свежее довольно таки кислотное освежающее питкое игристое вино не шампанское не путайте а это игристое вино в принципе довольно таки неплохо после сегодняшнего жаркого дня у нас все еще лето жарко 20 там выше градусов жарко поэтому бокальчик такого легкого вина в принципе неплохо даже можно взять в лес но тяжелое утром попробовать на новый год не знаю довольно таки как бы не буду советовать вино неплохое но есть намного вина и поинтереснее итак показываю дикаспика гербенская винная компания 358 рублей вот такой вот цена вопроса очень неплохо свежо и легко на этом все пишем комментарии подписываемся до свидания вот так что я